Здравствуйте, я Владимир Банчиков. Как обычно, в среду я прочитал свежие газеты и готов поделиться с вами самым интересным. А самое интересное, на мой взгляд, на этой неделе вышло не на бумаге, а в интернете. Евгений Хамаганов опубликовал на портале АРД статью под названием «Почему вы боитесь Наговицева». 21 октября в эфире Бурятской государственной телерадиокомпании вышла передача, посвященная Дню Бурятского языка. Любопытно, что видео с прямого эфира не было выставлено на сайт телекомпании и попало в распоряжение АРД через третьи руки. Вероятно, из-за того, что один из дозвонившихся телезрителей произнес речь о боязни чиновников своего руководства. О ситуации в Варке нам рассказал известный общественник, пропагандист бурятского языка и культуры Булат Шакжин. На сегодняшний день Варк, к сожалению, отрабатывает политические заказы в Варке и Наговицев. То есть, вот, в последний раз с языком они себя показали, то есть, я просил поддержки по бурятскому языку, по изучению в школах. Они регулярно отказались, сказали, что, в общем-то, должны сами изучать бурятский язык дома. Вот такая ситуация ни общественникам, ни населениям, ни лицам культуры вообще не нравится. Стоит, наверное, задача либо о смене руководителя, либо просто уже создание новой структуры, уже народной, которая представляла интересы народа во власти. Казалось бы, ни в самой ситуации со сменой руководства Варк, ни в вопросе пожилого телезрителя нет ничего крамульного. Странно, что коллеги с БГТРК до сих пор не выставили информацию на сайт. Будем надеяться, что просто не успели. Ну а теперь перейдем к бумажным носителям. Главный редактор номер один Андрей Аносов единственный, кто следит за ходом судебного разбирательства по отмене результатов выборов на шестом мэрском участке. А может, просто единственный, кто не побоялся об этом написать? А там зреет сенсация. Противники Голкова обвинили избирком во вранье и подлоге. А прокуратура их претензии поддержала. На суде выяснилось, что еще до начала голосования избирком получил справку о смерти Толстоухова, хотя ранее утверждал, что такой справки не было. Были поставлены под сомнение и копии протоколов, которые избирком представил суду и одному из соперников Голкова, Алексею Тиваненко. Внезапно оказалось, что две копии одного и того же документа выглядят по-разному. В них указано разное количество избирателей и даже печати стоят в разных местах. В итоге юристы сделали вывод, что суд получил документ, изготовленный гораздо позже, и заявили о его подлоге. Вот так, похоже, это дело еще много нам подарит открытий чудных. Как и история с несостоявшимся переездом из ветхого и аварийного жилья. Новоселье отменяется. Так называется материал Дмитрия Родионова на эту тему. В Лан-Удэ срывается программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья на сумму в 247 миллионов рублей. Наши чиновники слишком долго согласовывали квадратуру новых домов для переселенцев. А потому к проектированию подрядчик смог приступить только летом 2014 года, когда на строительство самих домов времени уже не оставалось. Так же, как и денег. Если до конца года ситуация не выправится, то ряду бурятских чиновников может не поздоровиться. На этой духоподъемной ноте я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Читайте газеты, но не забывайте при этом классика. Газеты похожи на собак. Есть породистые, а есть дворовые.